Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Или день, или утро, смотря на какой широте вы находитесь, значит, мы начинаем, как обычно, наш очередной воскресный виртуальный урок со мной вместе мой друг, товарищ, помощник, секретарь Саша Козлов. Он будет принимать ваши вопросы, как обычно, ждет их с нетерпением и будет хорошие вопросы подкидывать мне, и мы будем на них отвечать. Мы с вами находимся в предисловии книги «Зор», пункт 46. Насталось нам не так много, пойдемте вперед и попробуем ее уже поскорее закончить. Пункт 46. Рассказывает сейчас нам здесь Баля Сулам о том строении высшего мира, которое мы должны раскрыть с вами, вот сейчас, начиная с этого состояния и далее, чтобы эта вся система раскрылась нам, и мы бы знали, каким образом она должна управлять нами, каким образом мы должны управлять ей, как мы должны вообще действовать совместно. И раскрывать таким образом больший мир. Так вот, он говорит так, сферы состоят из света и келима, сосудов. Свет сферы исходит из самого Творца, это идет сверху вниз, а келим, это кетер, хухма, бина, зерампин и малхут, они постепенно-постепенно рождаются под воздействием света, потому что в свете есть точка, которая называется «нечто из ничего». Вот эта точка – это зачаток желания. Желание. Причем оно точечное, микроскопическое, которое создал Творец, только это является актом творения, создание вот этой вот точки. А все остальное, кроме этого, что есть в этой точке, это свет, работая в ней, таким образом ее преобразовал. Кетер, затем хухма, бина, зерампин, малхут и далее, и далее, и далее. Все, что происходит с этим Творением сверху вниз и снизу вверх, во всех его стадиях, во всех его метаморфорах, метаморфозах. Все это происходит уже под воздействием света. Так что единственное, что создал Творец, это вот это желание зачаточное, точку, и оно-то и называется актом творения. Так вот эти вот желания, которые развиваются под воздействием света, они, в свою очередь, ощущают себя обратными света, подобными свету, в соответствии с различными возникающими в них свойствами. И хотя свет, который проходит по ним, он один, единый, это просто свет. Вот как белый свет проходит через различные фильтры. Но каждый фильтр окрашивает этот свет своим каким-то особым свойством. Красный, желтый, синий, зеленый и так далее. Знаете, да, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Все семь цветов спектра. От красного до фиолетового. Так и здесь. Кстати говоря, вот эти вот два Зерампин и Малхут вместе составляют именно те семь фильтров, которые дают в нашем мире этот спектр. Шесть фильтров в Зерампине и один фильтр в Малхут. Так вот, говорит Валерий Сулан, что хотя свет, он един, но разделяется на Нархай в соответствии со свойствами Келим. То есть, если я говорю о свете, который находится внутри этих всех сферот, то это один единый свет, бесцветный. Нет у него цвета, потому что белый – это тоже цвет. А затем этот свет, когда он проходит фильтры, то он, проходя через фильтры, вот этот вот белый свет, он уже разлагается на подсвета. И вот эти света различные. Мы называем Нефиш, Руах, Нешама, Хая, Ехида. Так мы называем эти света. Почему они так называются, мы с вами это изучаем, потому что это говорит о свойствах того сосуда, тех Келим, которые таким образом альтфильтровали этот свет. То есть, свойство света говорит мне не о свойстве света самого, а о свойстве того фильтра, который его таким сделал. Потому что свет, который находится в самом фильтре, нет у него никакого свойства. У него свойство полной отдачи. Это называется в нашем состоянии абсолютно ровный, бесконечный, или бесцветный, или, можно сказать, белый цвет. Неважно. Но вот эти вот названия Нефиш, Руах, Нешама, Хая, Ехида это говорят нам, в принципе, о свойствах фильтров. Малхут самый плотный экран, который скрывает весь этот свет. Самая последняя поэтому. И она проводит от творца от творца творец свет к получающим. Свет, который называется неживой уровень. цвет Нефиш это неживой. Что значит неживой уровень цвета? Это значит, что творения, которые получают этот свет, они находятся благодаря ему в состоянии, что они только существуют. Как неживая природа. Почему она такая, неживая природа? Потому что на нее не излучается больше интенсивности свет. не более того. Как только на нее начинает излучаться свет большей интенсивности, допустим, зрампин. Он называется также тиферет. природа. сразу же из неживой природа становится растительной. Растительная. Она не становится растительной, потому что она такая, а потому что свет, который на нее воздействует, энергия, которая в ней есть от этого света, делает из атомов, из неживой материи, делает из нее материю живую. Почему живую? А очень просто. Потому что малхут это только желание получать. А вот зрампин уже состоит из двух желаний. Из желания получать, из желания отдавать, если вы вспомните третью стадию. И вот эти два желания отдавать и получать, они уже воздействуют разные стороны. Поглощение и выделение. Отдаление от неприятного, приближение к приятному. Уже возникает движение внутри этого творения. И поэтому он становится растительным. Уже есть, поворачиваюсь к солнцу, скрываюсь на ночь. Холодно мне сжимаюсь, хорошо мне расширяюсь и так далее. То есть вот эти вот наличия двух желания получать и желания отдавать, которые наличествуют уже в свете, которые проходят через рампин и идет на творение, оно рождает этот свет в творении уже вот эту вот возможность внутреннего движения, хотя бы если не внешнего. То есть есть какой-то кусок белковый и он внутри себя живет и развивается. Он может быть еще не перемещается как растение. Растение это все-таки уже природа. А есть такие, которые есть знаете промежуточная стадия между неживой и растительной это кораллы. Коралл. Которые в принципе они практически не двигаются, но они существуют, они растут. Поглощают то, что им надо и выделяют то, что им не надо. И таким образом растут. Движения у них такого, как у растений нет. Но все равно это уже движение, это уже развитие. Благодаря тому, что существуют две взаимно противоположные силы. А две взаимно противоположные силы, которые существуют в свойстве бины, которая пропускает свет, это уже свойство, где он говорит, бина, экран еще тоньше, он проводит от бесконечности свет, предназначенный для очищения животного уровня желания. Этот цвет называется нашама, то есть это уже животный уровень. Животный уровень мы с вами говорили не раз, это индивидуальное желание, это индивидуальная жизнь, индивидуальная смерть, индивидуальное развитие, рождение себе подобных, потомство и так далее. Это уже соединение с себе подобными, это уже опыление, не опыление через растения с помощью животных или кого-то, это непосредственная связь между двумя партнерами, то есть двумя желаниями с рождением третьего, это уже сложная система инстинктов поведения, культуры целой, которая есть в животном мире. Значит, это тоже построено на двух, естественно, желаниях, но здесь они настолько сильные, свойство бины, оно приподнимается над материей, оно как бы становится оторванным, и поэтому животные не связаны с землей, они могут передвигаться, у них существует у каждого своя личная жизнь. У растений же нет, четко по сезонам, вправо-влево отклоняются, под воздействием солнца, ветра, дождя и так далее существуют, и все у них существует только привязанными к месту, у животного этого нет, хотя и у них существует время спаривания, время рождения, и это уже, так сказать, у них тоже, хотя и отличается от растительного уровня, но все равно еще пока привязаны к этому, и вот абсолютно свободный это хохма, свет, который проходит через хохма, он тоньше всех, экран, и свет, который она проводит от бесконечности, предназначен для очищения желаний уровня человек, то есть человек это совсем особый уровень, который построен на получении, на отдаче, и у которого существует возможность приподняться над собой с этого уровня, где он как человек, и подняться уже на следующий удар, до творца, который является источником, источник всех этих светов, так вот, человек может подняться до этого источника, благодаря тому, что у него огромная есть свобода, огромная энергия, которую он получает от этого фильтра, который, в общем-то, очень тонкий фильтр, фильтр уровня хохма. как человек проходит эти состояния, об этом говорит нам Бали Сулан в пункте номер 47, он говорит так, Парцов Нефиш, вот этот вот Парцов, первый, как достигает его человек, ведь человек поднимается к этому состоянию из нашего мира, у него нет ничего, так он говорит, занимаясь кабалой, даже без всякого намерения, то есть отдачи, намерения, имеется ввиду намерения отдачи, человек исправляет неживой уровень желаний и строит Парцов Нефиш, в котором есть точка от света руах, то есть у меня здесь есть точка, которая вот сейчас у меня горит, вот как у вас, почему вы сидите и слушаете меня, если я развиваю изучением кабалы, ну изучение подразумевается не только изучение, а с намерением, значит мне надо кроме того, что я просто читаю книжку или слушаю, мне надо кроме этого еще и для чего я занимаюсь, почему, каким образом я могу собрать свои все желания, каким образом пройти на более высший мир, ведь проблема в чем? каббалистом называется человек, который приподнялся над животной жизнью, то есть который ощущает жизнь не в своем теле, то есть в том, что находится в рамках этого мира, я живу, существую, рожаю, развиваюсь, умираю, то, что я должен над ним приподняться над этим миром, в моей, в этой жизни, живя в этом теле, я должен кроме этого приподняться над ним и ощутить более высокий, более тонкий слой. Для этого нам дана точка с этого высшего слоя, чтобы мы с помощью ее поднимались. Эта точка называется точкой в сердце. И плюс к этой точке в сердце у меня есть мое эго, мои желания, все мои стремления, все мои страдания, все, что я хочу. Так вот, приподнимая эту точку над своим эго, эго – это моя животная часть, животная часть. Если я приподнимаю эту точку и делаю из нее правильное намерение, намерение достичь более высшего состояния, следующего измерения, знаете, как в матрице. Если я этого достигаю, работаю над этой точкой, то с помощью учебы я привлекаю на себя высший свет, и он меня подтягивает на вот этот неживой уровень. достиг этого неживого уровня. Это называется порцов нефиш. Первый уровень нефиш. Следующий уровень – порцов руах. Вот этот вот он, руах. Как я его достигаю? Занимаясь кабалой, также выполняя с намерением ради отдачи все действия, которые я могу совершить для того, чтобы исправить свою растительную часть желаний, которые во мне раскрываются уже после этой первой ступени, я дохожу до второй ступени. тогда эта вторая ступень одевается на мою первую ступень, или можно сказать, что я поднимаюсь с первой ступени на вторую. Не важно, как это выразить. Я начинаю постигать еще более высокий уровень своего существования. Что при этом и происходит, он говорит? Тогда человек одевается на сферу Тиферет Мира Асия. То есть, вот это вот Зрампин или Тиферет. Это было Малхут Мира Асия, теперь я в Тиферет Мира Асия, который предназначен для исправления растительных желаний человека. Проводит мне свет растительного уровня. Неживой растительный и животный уровень Мира Асия, относящийся к сферу Тиферет, помогают порцу Фуруах получить весь свет. И тогда человек постепенно начинает постигать следующий уровень животный. То есть, он начинает подниматься на Бина Мира Асия. Давайте я вам сейчас нарисую это в полном масштабе, тогда вы поймете, о каком месте мы говорим. Вот я был в этом мире, здесь мое эго, и плюс моя точка в сердце, и здесь существуют все миры, вплоть до Мира Бесконечности. Раз, два, три, четыре, пять миров. Вот это мир Асия. Яцера, Брия, Ацелут, и Адам Кадмон. В каждом из миров существует пять подчастей. Малхут, Тиферет или Зерампин, Бина, Хохмакетер. Когда я начинаю заниматься первый раз кабалой, без еще намерений достичь отдачи, просто занимаюсь в группе, с товарищами, я начинаю постепенно подниматься и вхожу в эту стадию, в Малхут мира Асия. Здесь у меня есть свет, который называется Нефиш. Я получаю на этом уровне свет Нефиш. Этот свет меня чистит. Все мои желания, все мои свойства, он начинает этот свет очищать меня до этого уровня Нефиш. Неживой уровень считается еще Нефиш. Я считаюсь духовно неживым, неживой, но уже существующий. Затем дальше, как он говорит, занимаюсь уже с намерением ради отдачи, достичь отдачи, я поднимаюсь на следующий уровень, на Зерампин. Это следующий уровень уже растительный. Что значит растительный? Я получаю от этого уровня такой свет, который меня выращивает, который делает из меня уже двигающийся духовный объект, воспринимающий, отражающий и так далее. Следующий уровень, затем в Бину и так далее, в Хохма и в Кетер. Вот так вот человек поднимается и есть у него Нефиш, Руах, дальше здесь вот Нешама, это животный уровень, а затем на уровень Хохма это человеческий уровень, человек, а затем на уровень Кетер это Творец этого мира, мира Осия. Так вот мы поднимаемся. Парцов Нешама, он говорит, как мы изучаем Кабалу на уровне тайн, то есть уже постигая более сложные внутренние структуры, человек получает Высший Свет и так поднимается на уровень Бина, животный уровень, и затем также на уровень Хая и на уровень Ехида. Вот так вот у него получается Нефиш, Руах, Нешама, Хая и Ехида такие света постепенно в нем рождаются, потому что такие света он получает от этих Кетер, Хухма, Беназрам, Бенмалхут, Мира, Асия, и они его таким образом исправляют. То есть вот это эго получило свет от этих сферот, который пришел к ним из мира бесконечности. И этот свет, это эго исправил и сделал его таким, что оно преобразовалось в свойство отдачи. То есть на него стал уже экран, и человек находится как бы над этим экраном. Каждый раз он поднимается над экраном, над уровнем Малхут, над уровнем Зерампе, над уровнем Хобина, над уровнем Хохма, и пока выходит на уровень Кетер. То есть он постепенно постепенно поднимается вот так вот. Одна ступенька, вторая, третья, четвертая и пятая. Вот так поднимается человек. В соответствии с тем, как свет воздействует на него. А свет это свет мира бесконечности. То есть вот здесь вот в нем находится свет бесконечности. Так работает. То есть наша главная задача привлечь на себя этот свет. А этот свет привлекается в той мере, в которой мы желаем быть подобными ему, связаться с ним, устремиться к нему. Сделал я это исправление, полностью поднялся до этого уровня, конца мира осия, начинают также работать по этой же системе в мире и цера. Правда там я чувствую себя совершенно другим. Я перестаю играться с детскими машинками, с паровозиками в детский спорт, в школу или во что-то. Я поднимаюсь на следующую ступень. Для меня все те действия, которые я делал раньше, они как ребенок относительно подростка, допустим, или юноши, или взрослого человека. То есть они обретают совершенно другой внутренний смысл. Они совершенно другие по мощности, совершенно другие по своей емкости, по восприятию мира и по отдаче миру. Поэтому вроде бы кажется, что я продолжаю этот путь на пяти уровнях следующего мира, но на самом деле это не пять следующих уровней. Это совершенно качественно другое. И поэтому, хотя мы не можем это объяснить, но это таким образом происходит наш подъем. когда мы были в мире Осия, любой свет, который мы получали, хотя он и состоит из Наранхай, но этот весь Наранхай уровня Нефеш. А когда сейчас получаем свет в мире Ицера, то весь этот свет тоже Наранхай, но уровня Руах. И так далее. То есть пять келим, пять светов, они находятся на каждом мире. Вот так вот мы поднимаемся. А дальше Нашама, хотя у нее есть Наранхай свой, но это уже свет Нашама. И так далее. Это Тецимхая и затем Иехида. И вот таким образом нам существует пять ступенек на пять миров. Это двадцать пять ступенек. И каждый ступенек состоит в свою очередь из еще пяти. И таким образом сто двадцать пять ступеней. Так мы проходим. Мы тут нарисовали всего лишь пять миров и пять ступеней в каждом. Но каждая ступенька состоит из своих пяти подступеней. Но эти пять подступеней они как бы в общем. Вы знаете почему в общем? Это можно сказать так. Вот допустим я сейчас себя изменяю. Что значит я сейчас? Это мои зрения, слух, обоняние, осязание и тактильные ощущения. Пять свойств. Они работают во мне в раз в одном комплекте. Через них я ощущаю окружающий меня мир. и поэтому когда я исправляю себя, то я исправляю себя уже прямо в этих пяти свойствах. Поэтому эти пять, которые здесь добавил я, они как бы не разделяются. Они включены вместе в общее восприятие мира. И поэтому исправляются сразу все за одно. Есть здесь еще интересная особенность, которая в принципе должна нам немножко помочь и подбодрить, я бы сказал. Подбодрить знаете в чем? Если я работаю даже на самой маленькой ступеньке мира на самой маленькой ступеньке и получаю даже самый маленький свет, я через этот самый маленький свет получаю впечатление от всей этой картины. Потому что самый маленький свет тоже состоит из пяти частей. Потому что мое самое маленькое восприятие духовного мира, оно тоже включает в себя мои пять детекторов, пять органов чувств. И получается, что я постигаю немножко всю картину мира. То есть вот находясь допустим на каком нибудь уровне, вот на уровне хая допустим мира осия, это значит, что я то, что до этого уровня постиг полностью а то, что выше этого уровня я постиг не полностью, но частично постиг в той мере, в которой оно включается в мое состояние. И получается, что каждый раз, когда я постигаю что-то, я постигаю в общем больше всю картину мироздания и в частности свое состояние в ней тоже. Получается, что я продвигаюсь и в частном, и в общем. поэтому нам самое главное, дорогие, постичь минимальную духовную ступень. Сразу же у нас появляется вообще впечатление, что говорится в этих книгах. О чем вообще они говорят, что они хотят нам донести. Вот стучат, стучат, стучат в нас, и никак это не может у нас войти. Самая маленькая духовная ступень, она приоткрывает человеку буквально глаза на все мироздание. Хоть в общем, в таком туманном виде, но он видит все. Он начинает как-то угадывать эту схему. Вот это самое главное. Поэтому включение в каждое постижение пяти органов чувств с пятью святами дает нам эту возможность. Поэтому главное нам прорваться через вот эту грань между нашим и духовным миром. В нашем мире мы называемся с вами животными, а здесь мы называемся людьми. Это разница между этими двумя уровнями. И отличие, потому что здесь меня вводит эго, а в духовном мире меня ведет точка в сердце. Пункт пятьдесят пятый. Отсюда вытекает ответ на исследование шесть. Зачем человеку все эти высшие миры, которые Творец создал для него? Так вот, он дает ответ. Достичь свойства отдачи Творцу возможно только с помощью всех миров, так как в мире исправления желания постигаются святые ступени души, Наранхай, которые помогают человеку в исправлении. Так поднимается по ступеням человек, пока не достигает всего изготовленного ему замыслетворения. То есть для чего все миры? для того, чтобы мы по этим ступеням миров поднялись. Вот так постепенно поднялись. Для этого эти миры и существуют. То есть они существуют относительно человека и только для человека, поднимающегося вверх. Ну в общем-то ты знаешь, Саша, я думаю, что практически основное мы с тобой здесь в этой статье уже прошли. Есть вопросы? Да. Ну давай. Спрашивает наш слушатель из Вильнюса. Объясните, пожалуйста, почему соединяясь между собой, мы становимся подобными силе отдачи или творцу? Да потому что если у меня есть одно маленькое желание, то я только с ним двигаюсь. А если я беру у вас еще и ваши желания, то я могу с ними двигаться. Это большое дело. Это огромная разница. Или я работаю только с одним своим желанием, а если вы мне дали стремление. Смотрите, что делает человек, если бы человек жил только один в этом мире? Ну посадил картошку, там еще чего-нибудь себе. Развел там парочку каких-то животных рядом с собой. Достаточно для жизни. Затем он видит нет, у соседа есть у одного машина, у другого квартира, у третьего дача, у четвертого самолет, там еще чего-то, еще чего-то. Начинается вдруг телевизор, купил телевизор, он уже видит, что на другой конце земли. Он тоже начинает это. Зависть, ревность, они из себя, получить желания других людей, ознакомиться с их стремлениями. Причем эти стремления могут быть искусственные в нашем мире, а в духовном мире они ведут нас к цели. Поэтому если я соединяюсь с другими людьми и получаю от них желание к духовному, я на этих желаниях мчусь к этой цели, а не еле-еле плетусь, руководствуясь и подталкиваясь только своим желаниям. Поэтому мне очень важно, чтобы вокруг меня были люди, которые меня все время тормошили бы, подкалывали, где я, что я, чтобы я завидовал им, чтобы мне казалось, что они двигаются лучше меня. Это же лучше всего. Вы представляете, если я буду видеть вокруг себя столько людей, много, которые лучше меня, которые удачливее меня, которые уже чего-то поняли, достигли, уже находятся где-то, а я, ну как-то, неужели я-то не смогу быть спокойным. Я так устроен, что я должен буду себя съесть, я не знаю, убить себя, но чтобы я был не хуже их. Таким образом устроен человек. Это зависит, конечно, от окружающей среды и от него. Насколько он не уделет от окружающей среды, я поймет, что это для него пользы, если он будет им завидовать. И насколько окружающая среда понимает, что она должна каждому своему члену, каждому в группе создавать такие условия, чтобы завидовали, чтобы их стремились, чтобы помогали друг другу. Все вместе, взаимно. Главное, чтобы была движущая сила. И тогда это очень быстро можно сделать. Для этого ты нужна в первую очередь группа. Только для этого. Это первое. А второе, когда мы дальше двигаемся, мы начинаем понимать, что группа нужна не только для этого, а потому что в соединении между собой, в внутреннем соединении наших желаний мы и организуем тот клей, тот сосуд, в который облачается свет. Дмитрий из Болгарии спрашивает вас, что значит подняться над этим миром? Подняться над этим миром это значит освободить себя, разделить в себе те желания, свойства, мысли, которые заняты вашим земным обустройством, над желаниями, свойствами и мыслями, которые к этому не относятся, которые тянут вас куда-то вверх, которые говорят о смысле жизни. Смысл жизни не может быть внутри ее самой, потому что она кончается, потому что она постоянно опустошается, поэтому смысла в ней нет. смысл можно найти только в том, что вне ее, над ней. Поэтому занятия смыслом жизни над нашей жизнью это и есть занятия духовные, занятия все остальные, то есть обустройством себя в этом мире, это занятия материальные, земные. Вот должен человек себе разделить и то, и другое, не забрасывать одно во имя другого, и то, и другое. Он должен в себе развить, поднять, приподнять и таким образом идти вперед. Не запускать земную жизнь, дескать, мне не важно где жить, в каких условиях, нет, ты должен существовать нормально в этой жизни и именно из нее развиваться духовно. Но самое главное, конечно, это чтобы во всем было стремление выйти на уровень смысла жизни. А он всегда выше, он вечен, он совершенен. Это совершенно не наша жизнь сегодняшняя и эта. Потому что вся моя физиология, вся моя эта жизнь, все, что я здесь на Земле обустраиваю, это все и начинается и кончается. Мы должны будем закончить эту жизнь, мы должны будем подняться все до духовного уровня. Наша планета и вообще жизнь на ней временны, это всем понятно, не надо закрывать на это глаза, наоборот, надо раскрыть глаза для того, чтобы из этого у нас получилось хорошее духовное восхождение. Чтобы мы достигли в этой жизни буквально вот сейчас правильного усилия и с помощью его вошли бы на следующий уровень существования. Эмиль из Вильнюса спрашивает вас. Изучая Кабалу, наш эгоизм растет и делается больше. Это похоже на то, как растут мускулы при помощи стероидов. Нет ли риска, что во время падения или отключения от учебы мы останемся огромными эгоистическими чудовищами? Нет, ничего этого не может быть. Ты не можешь быть огромным эгоистическим чудовищем больше, чем ты бы развелся на этой земле. Нет. Единственное, что если ты не привязываешь себя конечно к группе, к ежедневным занятиям, к распространению, к обязанностям, то конечно ты можешь упасть в любую минуту и неизвестно, когда очнешься от этого падения. Поэтому самое главное это пытаться быть в рамках, пытаться быть в системе, которая тебя бы обязывала, ты обязан слушать уроки. Ежедневно три урока ты обязан слушать. Вот разорвись, но вот три часа, которые мы занимаемся утром, ты их понимаешь или не понимаешь не имеет значения. Ты находишься под воздействием света. И поэтому ты обязан их слушать. Не важно на каком языке, не важно сколько ты понимаешь. Слушай, это первое. Второе, ты обязан заниматься распространением, хоть немножко, хоть как-то. Ты обязан что-то почитать сам из каких-то книг. То есть, короче говоря, ты обязан, обязан, обязан сделать себе определенный четкий график. И ты обязан связаться с остальными людьми, которые бы справлялись о тебе, что с тобой случается, почему ты был или не был. каждое занятие. Мы начинаем утром заниматься. Ты в это время находишься перед экраном своего компьютера или нет? Во время занятий кто-то проверяет, ты находишься с ним рядом или ты кого-то проверяешь или нет? Окончание занятия. Ты все время находишься вместе с нами или нет? Если нет, конечно, твое будущее духовное абсолютно не гарантировано. Скорее всего, что ты на каком-то этапе просто свалишься. Надо обязательно буквально наручниками, кандалами, цепями привязать себя к системе. С этого начинается просто первый шаг. Пока у тебя есть возбуждение, устремление, энергия, которую тебе дали свыше не от тебя, а вдруг ты завелся таким образом, быстро, пока у тебя эта энергия есть, привязывай себя любыми путями, как сказать, средствами, путами, средствами к тому, чтобы быть завязанным на окружении. Прочти еще раз статью «Свобода воли», как все зависит от окружения. Да? Кенниер из Соединенных Штатов спрашивает вас, сколько времени занимает процесс духовного подъема для того, чтобы я получил свойство отдачи? Это неограничено. Это зависит от энергии, которую ты сможешь отдать. Она зависит, как я уже говорил сейчас, от окружения, от твоего состояния, от твоей связи с окружением. Если сможешь набраться от себя и от других хорошего желания, четкого, сильного, правильно направленного, то это можно сделать в течение нескольких месяцев. Но, как правило, конечно, это занимает два, три года, четыре. Это в общем средний срок. Я бы сказал, небольшой. Обычно даже и больше. Но каждый раз, когда мы включаем в наш круг все больше и больше количества людей, сами поднимаемся, то получается, что нам легче всем. И этот срок сокращается. Продолжим? Вопросы? Есть еще вопросы? Есть только интересные. Да? Вот спрашивают братья из Новосибирска. Получается, что человек, занимающийся каббалой и не имеющий правильного намерения, ну, то есть, они спрашивают, может ли он перейти Максом? Нет. А правильное намерение у нас не может быть до Максома. Правильное намерение, это значит, перешел Максом. А до Максома всегда твои намерения неправильные, но ты стараешься, ты устремляешься к правильному намерению, к свойству отдачи. Ты хочешь, чтобы на тебя этот свет подействовал, чтобы он тебя изменил, ты сам не знаешь, что это такое. Ты просто хочешь, чтобы произошло изменение в тебе внутри. Вот хоти этого. И ради этого открывай книгу, слушай лекцию, занимайся. Вот и все. Ты должен открыть в себе воздействию чего-то, которое исходит из кабалы. Тоф, давайте пойдем дальше немножко. Он рассказывает нам, начиная с пункта 57-го, снова он разучается к важности науки кабала. Он говорит, это уже к окончанию вообще всего этого предисловия. Он говорит, что одна из причин отстранения, от изучения науки кабала в том, что кабалистические книги написаны в стиле неприемлемом и непонятном нашему поколению. Они описывают духовное, представляющее собой систему в картинках в виде обесчисленных образов. Поэтому есть необходимость переписать кабалистические первоисточники в современном академическом стиле. Это говорит Бали Сулам, и это действительно то, что мы пытаемся сделать. Во-первых, перевести на все возможные языки мира. И если вы обладаете каким-то языком, владеете каким-то языком в достаточном уровне, в достаточной мере можете перевести, то, пожалуйста, очень просим всех наших читателей принять участие в том, чтобы заняться переводами на различные языки мира. и мы поможем издать эти книги под вашим именем, под вашим переводом, пожалуйста. Свяжитесь с нами и получите на это и добро, и помощь. И основа науки Кабала, он говорит, в 59-м пункте, это книга Зор. И до книги Зор есть у нас кавалистические книги. Книга, которая называется Тайный Ангел Резиэля Малах, которую написал Адам 5769 лет назад. Книга, которую написал Авраам где-то 4700 лет назад. Книга создания Сефер Ецера. Затем всем известная Библия Тура, которую написал Муше Моисей. Но самая главная книга, и после этого много, конечно, книг пророков, святых писаний, Талмуд, Вавилонский, Талмуд Иерусалимский, огромные сочинения. Но самая главная книга по Кабале, которая, в общем-то, сделала Кабалу как основу всех наук, всех книг, всех теорий, всех методик, это книга Зоор. Почему? Потому что, читая книгу Зоор, человек действительно привлекает на себя высший свет. Эта книга построена таким образом, что читающий поневоле начинает ощущать сквозь картины нашего мира силы, которые стоят за этой картиной, которые образуют эту картину, которую ее просто рисуют на человеке, на его свойствах. Поэтому книга Зоор настолько необычна. Если остальные источники, они изображали каббалу в образах довольно удаленных от земных или в очень таком повествовательном виде, как книга, допустим, Моше, Тора, книга Моисея, Библия, то книга Зоор, она не так написана. Она написана и особенно с комментариями Баля Сулама, который является следующим кругооборотом души Ражби, автора книги Зоор. Так вот, Баля Сулам, он как бы переписал эту книгу Зоор, он ее прокомментировал, и получается, что у нас есть в книге Зоор текст книги Зоор, за этим текстом есть еще следующий слой, который нам объясняет связь между объектами, о чем говорится в первом слое, то есть идет такой подстрочник внутренний, который под каждое слово книги Зоор дает нам его внутренний смысл, его внутренние связи с остальным, и получается, что мы начинаем видеть повествование, и за этим повествованием начинаем видеть, вот так вот, как от нас, за ним начинаем видеть повествование, и за ним начинаем видеть следующую картину, силы, которые образуют, рисуют нам то, что Зоор говорит, и это направляет человека, это объясняет человеку, как он должен смотреть на мир, как он должен смотреть на себя, это фокусирует его на многоплановое восприятие окружающего мира, и себя в том числе, многоплановое, такое, многослойное, это то, что делает книга Зоор, поэтому, пишет Бали Сулам каббалисты, постигающие внутреннее содержание, считают, что ее написал раби Шимон Бар-Юхай во втором веке нашей эры, а ученые далекие от каббалы, всякие философы, считают подчас, что ее автор тоже большой каббалист, но каббалист 11 века, его звали Раби Моши де Леон, он жил в месте, где сейчас это где-то граница между Испанией и Францией. Но, говорит Бали Сулам, в соответствии с глубиной мудростью этой книги ее автором может быть человек, не уступающий по уровню постижения раби Шимон Бар-Юхая. А еще даже, он говорит, я бы приписал бы эту книжку, если бы только это на самом деле было так, даже Моше. Настолько эта книга велика, настолько она особенна, что это не может быть каббалист, который уже существовал в последующие годы. А вот раби Шимон, и там описывается в самой книге Зоор, что это он ее написал. Книга Зоор, как и вся наука каббала, была скрыта от человечества вплоть до нашего поколения. Причина этого в том, что мир в течение шести тысяч лет своего существования подобен порцову, имеющего три части. О чем он говорит? Он говорит о том, что мы, все души, представляем собой вот такое большое духовное клей. В этом большом духовном клей есть три части. Самая нижняя часть, затем средняя часть, и затем верхняя часть. Три части. Поэтому мир в своем развитии, он растет или, можно сказать, сверху вниз, или снизу вверх. Так вот, он говорит так, каждая часть, каждая часть, это две тысячи лет. Две таким образом наш мир может существовать шесть тысяч лет. Столько времени он должен существовать для того, чтобы себя исправить. А это общая душа. Она одна. Мы в ней разделены на множество частей, каждый из нас здесь внутри, миллиарды, миллиарда душ, и они еще вдобавок возвращаются в наш мир, окунаются в наш эгоизм, или находятся в этом объеме, неважно, как и где. Существуют. Так вот, в первые две тысячи лет исправляется келим хабад, и входит в них свет нефиш. Вот это келим, который называется хабад. Это не тот хабад, который вы знаете, что существует какая-то там еврейская организация хабад. Они взяли просто себе это имя отсюда. Они к этому не имеют никакого отношения. Это мы говорим о духовных свойствах системы души. Почему называется хабад? Хохма, бина и даат. Далее. в течение вторых 2000 лет исправляется келим хагад хэсет гвура тиферет. Называются они хагад. И в течение последних 2000 лет исправляется келим не не цах год и сот. Ну, тут есть еще и малхут, но малхут мы не говорим, потому что она исправляется только частично. келим не и вот так вот мы проходим нашу историю 2000 лет. Сначала к чего? Сначала Адама. Это Адам, Адам первый человек, Адам Аришон, так называемый, и до последнего человека. До последнего замыкающего. Мы все должны пройти исправление в течение 6000 лет. Сейчас мы с вами находимся в году уже вот здесь вот 5769 год. вот вот куда мы с вами дошли. Есть вопросы? Да. Ну, давай еще один-два вопроса, потому что уже мы приближаемся к концу, на следующем уроке мы с вами эту схему серьезно разберем. спрашивает вас Минаес из Франции, перевод французского. Если моя точка в сердце это программа духовного развития, то что мне остается делать? В чем моя свобода воли? В том, чтобы использовать окружение для того, чтобы развиваться. А у вас свобода воли не сделать из себя кого угодно. У вас свобода воли, чтобы сделать из себя себя. Вы заданы со всеми вашими внутренними свойствами. Вы заданы со всеми вашими условиями внутренними. Единственное что? Вы заданы и с внешними условиями. Единственное что не сделано это та мера внешних и внутренних свойств, которые вы можете использовать для того, чтобы самому стремиться к Творцу. Если вы сможете это сделать, устремляйтесь. Если нет, вас будут гнать к этому долго, больно, медленно, неприятно. А можете сделать это быстро, легко, приятно, с удовольствием. В этом ваша свобода воли. Ни в чем. Вы находитесь в замкнутых очень рамках, в очень строгих рамках. Вы ничего не задаете из своих начальных условий. Вы ничего не задаете из своей окружающей среды. Вот это вы. А что бы вы могли выдумать вы сами, если вы не являетесь вообще извне, из нашего мира? Вы являетесь внутри нашего мира существующим? Что бы вы могли изобрести? Откуда вы знаете вообще, что вам надо? Откуда вы знаете состояние окончательное, как лучше его достичь? То есть, когда мы начинаем понимать вообще те рамки, которые нам даны, мы видим, что нельзя просто больше человеку дать, откуда он будет знать, что с этим делать? Единственное, что дают нам, то, где мы действительно можем разобраться и можем себя подставить под правильное развитие. Это только лишь правильное взаимодействие меня и окружающей среды. Если я ее подбираю под себя, если я вызываю из нее огромные желания, которые меня начинают возбуждать, помощь, силу, поддержку, тогда я устремляюсь сам к реализации творения. А если нет, то все равно я достигну этого. Конец шести тысяч лет, он обеспечен всем. Каббала об этом прямо заявляет, она никого не обманывает. Можете оставаться такими, как вы, если вы в состоянии. А если нет, не грызите себя, не переживайте, не страдайте, у вас есть прекрасная возможность достичь хорошего, доброго состояния, быстро, легко, приятно, с помощью этой методики. Эта методика только ускоряет, улучшает путь нашего развития, делает его добрым, мягким, но не более того. Потому что в природе все и так задано. Единственное, что надо нам возможность ускорения и смягчения нашего развития. И это то, что я вам желаю всем. Поэтому мы это изучаем, потому что иначе, конечно, мы будем проходить этапы, но с помощью войн, с помощью огромных страданий, смертей, этих тайфунов, этих самых всевозможных катастроф экологических и экономических, и каких угодно, чтобы предотвратить все эти катаклизмы и устремиться к добру быстро, легко, свободно, вместе всем уже сейчас достичь такого состояния, буквально неземного, что называется. Это позволяет нам наука каббала. Но не более того. И она нам это говорит, причем простым текстом, прямым текстом, и сразу же говорит об этом новичку. то есть она обращается к людям, которые по-другому не могут, которые обязаны, обязаны просто сами достичь этой цели, которые желают этого, которые не хотят, чтобы это досталось им каким-то другим образом. Они иначе не чувствуют, что они себя реализуют. То есть наука каббала, она для тех энтузиастов духовных, которые и даром бы не взяли то, что им предлагается. Они хотят сами постигать, сами выстрадать, сами искать. Она для таких людей. Так что вопрос ваш совершенно не к месту. Не для людей, которые могут сидеть в покое и ждать погоды, ждать конца исправления, когда оно придет, когда подойдут силы, которые вынудят человека. Мы не для таких. На этом прощаюсь с вами. До следующего занятия. . Редактор субтитров